Дорогие друзья, мы заканчиваем изучение Перке-Авот и сегодня шестая глава. Первая Мишна. Мудрецы поучали на языке Мишны благословен он, избравший их и их наставления. Раби Мейер говорит, тот, кто изучает Тору, ради нее самой достаивается многого. Более того, он достоин целого мира. Его называют другом, возлюбленным, любящим Бога, любящим его творения, приносящим радость Богу, приносящим радость его творения. И Тора облачает его в смирении и богобоязненность и помогает она ему стать праведным, благочестивым, честным и достойным доверия, удаляет от греха, приближает к добродетели. Люди радуются его советам и здравомыслию, пониманию и мужеству. Сказано в Мишлей 8.14. У меня совет, у меня успех. Я разум и со мной сила. Дает ему царское достоинство и власть и прозорливость в суде. И открываются ему тайны Торы. Он уподобляется источнику, бьющему все сильнее и потоку, который не иссякает. Он скромен и терпелив и прощает за обиду свою. И поднимает она Тора, его, и возносит превыше всех деяний. Итак, в шестой главе речь идет о величии Торы. И читатели призывают любить и уважать ее. Принято читать этот отрывок в субботу перед праздником Шувот, дарование Торы. Нам все шесть недель от Пейсаха до Шувот, в конце субботы, после Минхи, читаем Киркия Вод, каждую неделю по главе. И вот на этой неделе наступает праздник Шувот. И в этот Шаббат, последний перед праздником, мы читали шестую главу. И эту главу, составленную из Барайт, Барайты называются записи Танаим, не включенные в тексты Мишны, читали, стали читать вот в шестую неделю. Согласно Барайте, мы сказали, что мы читаем Тор ради нее самой. Если он, то есть человек, который читает не ради выгоды от исполнения заповеди Тора, несмотря на свой абстрактный подход, на самом деле стремится соединиться с Богом через изучение Торы, то Тора действительно повлияет на него. Она изменит его личность, как описано в этой Барайте. Он будет награжден многими душевными качествами, приобретение которых, иным способом, требует огромных усилий и сосредоточения, поясняет любая честкий раб. Однако считают, что человек изучает Тору ради нее самой, если каждое занятие начинается ради нее самой. Вторая Мишня сказал рабе Йошуо бен Леви. «Каждый день небесный голос исходит с горы Хорев, с горы Синай, и возглашает горе людям, унижающим Тору, тем, что не изучают ее, ибо всякого, кто не занимается Торой, называют отверженным. Как сказано в Мишлей, 11-12, как золотое кольцо в свином пятачке, женщина красивая и безрассудная. И сказано далее, в Шмот, 32-16, а скрижали эти были делом Божьим, письмена, письмена Божьи начертанные, то есть Хорут на скрижали. Читай, не начертанные Хорут, но свобода Херут, ибо свободен только тот, кто занимается Торой. И всякий, кто занимается Торой, возвышается, как сказано в Бемидбар, 21-19, из Матаны, то есть дар Торы, в Нахелилель, наследие Бога, и из Нахелилеля в Бамот, возвышение». Кто же такой раби Йошуа бен Леви, который это сказал? Он был один из наших величайших мудрецов. Только о нем сказано, что его душа никогда не покидала его тело, и он живым вошел в рай, как пророк Ильяху. Он был левитом, то следует из его высказанья, я никогда не произносил благословение на чтение Торы ни до Коэна, ни после обычного еврея Израиля. Он был богатым человеком и щедро делился своим богатством. Раби Йошуа часто посещал пророк Ильяху. Однажды раби Йошуа спросил его, когда придет Машиах. «Иди спроси его самого», – ответил Ильяху, указывая на ворота Рима. По словам пророка, Машиах сидит среди нищих, прокаженных, но его можно узнать потому, что в то время, как другие снимают сразу все повязки со своих язв, чтобы надеть их обратно, все вместе Машиах развязывает и завязывает свои язвы по одной. Он делает так, рассуждая, как только настанет время мне пристать перед людьми, мне нельзя будет задерживаться. Раби Йошуа подошел к Машиаху и спросил, когда ты придешь, господин? Тот ответил, сегодня. Когда он вернулся к Ильяху, тот спросил его, что он тебе сказал? Раби Йошуа сказал, он ложно сказал мне, что придет сегодня и не пришел. Ильях ответил ему, вот что он имел в виду. Сегодня, если бы ныне вы послушались голоса его, так же, как сказано в Таилим 95, 7. Из-за того, что он сделал свое тело столь чистым и святым, из-за того, что он рисковал жизнью, чтобы учить Тори даже тех, кто страдал смертельными и заразными болезнями, он удостоился войти в рай живым. Еще интересно, что за все время его жизни на небе ни разу не появилась радуга. Радуга на напоминание о том, что Бог обещал не уничтожать мир, даже в том случае, если люди заслужили этого своими грехами. Именно Раби Йошуа сказал, сказано в Ишьяу 60.22, назначенное время ускорю это и удостоится, а если удостоится, то ускорю это, если не удостоится, то в назначенное время. И еще сказано, вот вместе с облаками небесными, будто человек пришел и сказано, беден и выседает на осле, если удостоится, то вместе с облаками небесными, если не достоится, то беден и выседает на осле. Это то, как придет мышей. Если мы удостоимся, то мы на облаках полетим в Иерусалим, а если не удостоимся, то поедем на осликах. Гора Хорев, гора Синай, так называли ее Хорев, именно которая созвучна слову Херев, меч, и намекает на способность Синая, то есть Торы, вести войну с привязанностью к материальным ценностям и подчинять ее святости, говорит любопедческий ребер. Про унижение Торы сказано, что эти слова относится к человеку, который изучает Тору, но не ценит ее силы и настоящие выгоды, которые можно извлечь из учебы. Далее, про занятие Торой, говорится. Есть пояснение, что на иврите слово занимается, осек, созвучно слову эсек, коммерция. Тот, кто занимается изучением Торы, проявляет такую же самоотдачу и удушевление, которое присуще предприимчивому торговцу, в отличие от спокойствия и незаинтересованности наемных рабочих. Интересно, что вчера перед праздником Шивот было видео Ребе, в котором Ребе очень сильно говорил о том, насколько важна заповедь изучения Торы, и что человек должен прикладывать столько же усилий для того, чтобы находить время и силы для изучения Торы, как предприниматель, который, придя после работы домой, не оставляет своей головы свободно и думает о своем предприятии, и думает о новых коммерческих идеях и бизнес-идеях, как ему улучшить производство, как ему лучше что-то продать. Он никогда не отдыхает, и все время его голова занята поиском новых идей. С такой же силой, с таким же упорством Бог отжидает от нас, чтобы мы учили Тору. Сам раби Йошоа бен Ливи своим примером воплощал этот подход к изучению Торы. Он не только сам изучал Тору, он обучал ей всех подряд, даже рискуя жизнью, занимаясь людьми, больными инфекционными заболеваниями, говорит Ребе Байческий Ребе. А сам Ребе в том же видео, про него рассказывают люди, что он после праздника Шивот всю службу проводил, а потом Форбринген, ему было 89 лет, это вот уже совсем на склоне лет. Он в конце праздника делал вдалу, уже совсем поздно вечером, и раздавал, Косшельброха раздавал вино всем людям, и тысячи людей проходили, и он всем наливал вино. До двух часов ночи он стоял, и было видно, что он измирен уже, просто уставший. И когда все закончилось, то Ребе возвратился в свой кабинет. Это человек, который рассказывает про Ребе, он видел, что в этот момент необычным образом в комнате Ребе были открыты жалюзи, можно было заглянуть с улицы, что делать Ребе, и Ребе зашел в свой кабинет, и чем он занялся? Он открыл Талмуд и погрузился в изучение Торы. Есть еще такое пояснение, сказано далее, что Барайта переходит на более высокий уровень. На нем, через полное слияние с Торой, подобное слияние буквы с камнем, на котором она вырезана, человек преодолевает границы физического существования и освобождается от гнета материального мира. После того он становится способен совершенствовать мир, изучая Тору, и не втягиваясь в светскую жизнь. То есть очень важно изучать Тору и получать эту энергию, и потом занимаясь мирскими делами, бизнесом, работой, неважно чем, не втягиваясь в эту материальность, и понимая, что то, что мы делаем, это наша святая работа, в результате которой мы можем принести духовность, святость в этот мир, и в этом наша основная задача. Если уж мы в этот момент Тору не изучаем, то, по крайней мере, освещаем этот мир, что очень важно и порой даже ценнее, чем изучение Торы, но концентрация должна быть на том, что мы выполняем эту божественную миссию. Итак, сказано про начертанные скрижали. В отличие от букв, написанные чернилом, которые существуют как бы отдельно от пергамента, на котором они выделены, буквы начертанные, буквально вырезанные на камне, являются частью камня. И тот, кто постигает Тору настолько, что составляет с ней одно целое, является поистине свободным. Он не порабощен никакими духовными, физическими потребностями. Наоборот, вся его жизнь становится частью служения Бога, поясняют любаяческие рыбы. И также, опять же, сказано, кто такой свободен, поясняется, что служить Богу – естественное желание души. Если жизнь человека не согласуется с Торой, он порабощает свою душу. Только жизнь в соответствии с Торой приносит свободу душе, поясняют любаяческие рыбы. Торо называется подарком. Торо – это дар, в котором ученику передается наследие Бога, помогающее ему возвыситься над миром приходящего. Пояснение Моши Аль Мошнино и изразъяснение любаяческого рыбы. Третье – Мишна. Тот, кого, товарищ, научил одной главе или одному правилу, или одному стиху, или одному слову, или даже одной букве, должен оказывать ему почет. Ибо видели мы, что Давид, царь Израиля, который научился у Ахитофеля, всего двум вещам все же называл его своим учителем, наставником и другом, как сказано в Тегерим 55.14. Но ты, человек, равный мне по достоинству, все же я называю тебя наставник мой и руководитель мой. Если Давид, царь Израиля, научившийся от Ахитофеля всего двум вещам, все же называл его своим учителем, наставником и руководителем, разве не означает это, что тот, кто научился у товарища своего одной главе, или одному правилу, или одному стиху, или одному слову, или даже одной букве, тем более должен оказывать ему почет. А почет это не что иное, как Тора, как сказано в Мишле 3.35. Мудрый наследует почет, а непорочный наследует добро. Добро же это не что иное, как Тора, как сказано, потому что я преподал вам доброе учение, не оставляйте заповеди мою. В пояснениях сказано про Ахитофеля, что он большой знаток Торы и царский советник изменил Давиду и посоветовал сыну Давиду Авшалому поднять восстание. Две вещи, которым он научил Давида, таковы. Первое. Нельзя учиться в одиночку. И второе. Нельзя входить в учебное помещение, надменно подняв голову. Так вот, логика этого рода такова. Если Давид уважал Ахитофеля за бесплодные поучения, то тем более нужно оказывать почет порядочному человеку за одно поучение, которое воплотится во многие премудрости. Другие объясняют логику данного текста следующим образом. Если сам Давид, царь и праведник, оказывал почет злому неизменному и низменному Ахитофелю, то тем более каждый человек должен уважать человека равного себе, у которого ему довелось чему-нибудь научиться. Четвертое барайто. Таков путь Торы. Хлеб с солью ты будешь есть, воду пить малой мерой и на земле спать, жить жизнью полной лишений, над Торой трудиться. Если ты делаешь это, счастлив ты и благо тебе. Сказано в Тагилим 128.2. Счастлив ты в этом мире и благо тебе в мире будущем. Пояснение. Начиная с Балшем Това, хасидские учителя сурово осуждали посты и иные формы самоистязания. Практикуя такие вещи, люди слабеют и утрачивают работоспособность. Маленькая рана на теле приводит к образованию обширной пробойны в душе. Такая притча. Раби Акива и его жена Рахель были очень бедны и не могли купить себе кровати. Они спали на тонком слое соломы. Постепенно, подстеливая это прямо под голову, они однажды, таким образом, находясь в своей такой соломной кровати, Рахель вдруг заплакала. Может ли кто-нибудь быть беднее нас? Раби Акива не нашелся, что ей ответить. И промолчал. Он сам был далек от земных забот. Внезапно у их двери появился нищий, бросившийся к ним навстречу и попросил милостыню. Они сказали ему, братец, нам нечего предложить тебе, прости нас. Нищий ответил им, дайте мне, по крайней мере, горсть соломы, чтобы я мог подстелить ее жене, которая беременна, а ей не на чем лежать. Бен Ишхай рассказывает удивительную притчу, описывая горести, которым приводит легкая жизнь, противоповес удовольствия от жизни, исполненной труда. Два осла тащили по клажу. Один из них ввез мешок соли и очень страдал от тяжести. Другой ввез почти невесомую губку и шел весело, скача по горам и прыгая по холмам. Через несколько часов они добрались до реки, которую им надо было пересечь. Когда первый осел вошел в воду, соль начала растворяться в ней и исчезла за считанные минуты. Мешок опустел, и тащивший его осел весело и радостно перешел реку. Другой осел вступил в воду, и губка, которую он нес, впитала в воду, став невыносимо тяжелой. Губка, которая казалась ему прежде другом, внезапно казалась врагом. Пятая барайта. Пояснение. Не проси себе величия. Нужно изучать Тору ради нее самой. Если кому-то предназначено быть галахическим авторитетом, небеса удостоят его и устроят так, что он станет им. Из разъяснений любайческой рыбы. Не проси величия для себя, но проси почета и величия для других. Под величием понимается назначение на руководящую должность, которая влияет на внутренний мир назначенного и делает его неординарным человеком. Наоборот, почет это нечто получаемое от других. Он не превращает человека в другую личность. Поэтому барайта говорится, не стремись к величию, даже если оно может сделать тебя лучше. То есть, даже несмотря на то, что оно изменит и внутренне возвысит тебя, говорит Маораль. Не желай почета. Не желай почета за Тору, которую ты выучил. Однако, согласно этому учению, нельзя жаждать его, этого почета, даже в глубине своей души, говорит льбайческий ребер. Больше, чем ты выучил. Заставь себя делать и учить больше, чем ты привык, говорит ребер. Не желай большего почета, чем обычно, если за большие успехи, чем те, которые ты достиг в учении. Не проси добавить почести к тем, что ты уже получил. Потому что тот, кто добавляет, в конечном счете, убавляет. Некоторые предпочитают такую версию. Не делай большего почета, чем положено за выученную тобой Тору. Ты можешь сохранить почести, которые воздаются тебе за твое знание Торы, поскольку это почести не в твою честь, а в честь Торы, которую ты изучаешь. Не завидуй столам царей. Говорит Барайда, не завидуй этому столу, потому что твой стол прекраснее их столов. Возвышенное состояние души, которого ты достигаешь за своим столом, то есть изучая Тору, выше, чем то, чего достигаешь, выполняя задачу возвышения искр святости. Ибо именно благодаря изучению Торы можно соединиться с верховным царем царей. И, несомненно, является это большим достижением, нежели власть над материальным миром. Объясняет Клебачевский Ремель. В конце концов, каждый человек обратится к Богу, и тогда все знания Торы и заповедя, которыми он обладает, будут высоко оценены в царстве святости. Тогда он и получит награду за свой труд. Говорит Рэбб. Шестая Барайта. Тора выше священства и царства, потому что царство приобретается 30 отличиями, священство 24, а Тора приобретается 48 особенностями. И таковы они, достоинства, перечисляются. Изучение, внимательное слушание, внятное произношение, разумение сердца, благоговение, страх, скромность, радость, чистота, услужение мудрецам, привязанность к товарищам, дебаты с учениками, усидчивость, изучение писания и мишны, сокращение времени работы для заработка, мирских дел, наслаждений, сна, пустых речей, шуток, долготерпения, добросердечность, доверие к мудрецам, безропотность в страданиях. Приуспевает в изучении Торы тот, кто знает свое место и доволен своей участью, и соблюдает осторожность в высказываниях, и не просит ничего за свои добрые дела. Он любим, любит Бога, любит людей, любит пути праведности, любит справедливость, с любовью принимает замечания, избегает почести, не гордится своими знаниями, не радуется возможности выносить галахические решения, берет на себя бремя забот товарища своего, судит о нем благожелательно, наставляет его на путь истины, наставляет его на путь умиротворенности. Он не спешит в учебе своей, глубоко обдумывает, спрашивает и отвечает, выслушивает и дополняет, учится для того, чтобы обучать, и учится для того, чтобы исполнять, делает учителя своего мудрее, и уточняет услышанное, и говорит от имени сказавшего. «Ведь учил ты, что всякий, кто приводит сказано от имени сказавшего, приводит избавление в мир, как сказано, в Эстер 2.22, а Эстер сообщила царю от имени Мардыхар». Очень интересные перечисления. Посмотрим, какие есть к этому комментарии. «30 отличий царства. К ним относится запрет простым людям скакать на скокуне царя, сидеть на царском троне, держать скипетра, наблюдать за царем, когда его одевают, а также обязанность царя оплатить написание свитка Торы, которое ему нужно всегда носить с собой». Итак, число 30 обозначается в иврите буквой «ламет». Форма этой самой высокой из букв еврейского алфавита указывает на возвышенное положение царской власти. Кроме того, буква «ламет» находится в середине слова «мелех», «царь», показывая, что царь занимает более высокое положение в обществе, чем другие люди. «Данная Бара эта повелевает ученику изучать Тору не ради нее самой, а не ради священства или царства, которые приобретаются с ее помощью, ибо сама Тора стоит выше них», — говорит любаяческий Ребе. Перечислялось внятное произношение. Чтение вслух способствует лучшему пониманию и запоминанию слов Торы. Раби Шимон Бар-Яхай Рашпи утверждал, что если бы он удостоился побывать на Синае, он попросил бы Бога дать людям два рта. Один для слов Торы, а второй для речей о мирских делах, поскольку сосуд, который используется для священных целей, нельзя использовать иначе. Именно поэтому очень важно следить за тем, что и как мы говорим. То есть мы следим за кашрутом, мы хотим кушать хорошую, здоровую и кошерную пищу, чтобы строить из этого свое тело. И точно так же важно следить, что мы говорим и какие слова. В каббалистическом контексте произнесение слов Торы вынуждает нас использовать во благо нашу телесную сущность и тем самым освещать ее. А еще, произнося слова Торы, мы достигаем цели нашего существования в этом мире, состоящей в том, чтобы возвышать и освещать материальный мир. Разумение сердца. Эти слова означают, что нужно посвятить сердце и разуму изучению Торы и стараться понять ее всем сердцем, говорит Майорай. О скромности. Изучая Тору, мы приобщаемся к божественной мудрости и таким образом приближаемся к Богу. То есть в сущности главное достижение при изучении Торы. То есть особая важность скромности объясняется тем, что если мы не сможем преодолеть свой эгоизм, то ограниченность нашей природы будет по-прежнему сковывать нас и мы не сможем по-настоящему объединиться с бесконечным, говорит Рэбб. Насчет услужения мудрецам. Такие пояснения. Рамбам и его учитель. В пояснении Хоцер Хесет в Барайсе 4, который мы сейчас читали, сказано. Когда ученик ведет себя смиренно в присутствии Учителя, подобно Луне перед Солнцем, с полной самоотверженностью, их духовные порывы сливаются в горячей любви. На самом деле Тора это то, что должно возникать из истины, его Всевышнего существования. Она воплощение мудрости Бога. Следовательно, она является посредником, благодаря которому можно соединиться с Богом. О дискуссии с учениками. Ученики помогают учителю оттачивать ум, поскольку ему приходится искать в них ошибки. Признание истины достигается путем признания ошибок. Любую сущность можно определить при помощи ее противоположности. Хорошее определяется при помощи дурного, правда определяется при помощи лжи. Усидчивость. Если разум человека неспокоен, он не может учиться, говорит Мара. Сокращение мирских дел. Имеется в виду, например, туризм и развлечения. Сокращение времени для мирских занятий означает облагораживание супружеских отношений. Сокращение утех. Даже если получать удовольствие, это заповедь, например, в шаббат по праздникам, ее нужно исполнять сдержанно. По словам Авудрагама, одна из причин, по которым шаббат можно устраивать третье застолье, убедить нас не переедать во время двух первых трапез, помня, что нужно оставить место для третьей. Сокращение шуток. Немного смеха это хорошо, если речь идет, например, об остроумных замечаниях мудрецов предназначили того, чтобы дать отдых уму учеников. Долготерпение, гневливость знатока Торы приводит к тому, что он забывает свою мудрость. Любить людей. То, что человек является частью общины, помогает ему постичь Тору, так как она была дарована общине, а не отдельному индивидууму. Приводит сказанное от имени сказавшего, то есть не приписывая их себе. Ссылка на оригинальное авторство по учению о Торе укрепляет традицию, восходящую к Моше, получившему Тору на горе Синай, разъясняет любайческий раб. Приводит избавление в мир. Приучаясь разбираться в вопросах происхождения всего сущего, включая божественное происхождение Торы, такой человек обнаруживает, что все в мире происходит от божественного речения, при помощи которому миру была дарована жизнь. Седьмая барайта. Ибо Тора, велика Тора, ибо она дарует жизнь тем, кто соблюдает ее в этом мире и в будущем мире, как сказано в Мишлей 4.22, потому что они жизнь для того, кто нашел их исцеление для всей его плоти. И сказано там же, 3.1, исцелением будет это для тела твоего и обновлением для костей твоих. И сказано там же, 3.18, древо жизни она для придерживающейся ее и опирающейся на нее счастливы. И сказано там же, в 1.9, потому что это прекрасный венок для головы твоей, украшения для шеи твоей. И сказано там же, 4.9, она даст на голову твой прекрасный венок, поставить тебе великолепную корону, доставить тебе. И сказано там же, в 9.11, ибо со мной умножаться дни твои и прибавится тебе лета жизни. И сказано там же, в 3.16, долгоденствие в правой руке ее и в левой богатство и почет. И сказано там же, в 3.2, потому что долгоденствие и годы жизни и мир прибавят они тебе. Пояснение. Изучение Торы наполняет жизненной силой того, кто исполняет заповеди, поясняет любавческий ребер. Древо жизни. В этом стихе подчеркивается продолжительность телесной жизни, поскольку дерево является символом долголетия. Барайта номер 8. Раби Шимон бен Йогуда говорит от имени Раби Шимона бен Йохая. Красота и сила, и богатство, и почет, и мудрость, и старость, и седина, и сыновья. На радость праведникам и на ликование миру. Как сказано в Мишлей, 16.31, венец славы седина. Находят ее на пути правды. И сказано там же, в 20.29, слава юношей, сила их, а краса стариков седина. И сказано там же, в 17.6, венец стариков сыновья сыновей, и слава детей отцы их. И сказано в Йошиягу, 24.23. Тогда посрамлена будет луна, и престижно будет солнце, потому что Господь, Сваот, будет царствовать на горе Цион, в Иерусалиме, и слава будет предстарейшинами народа его. Раби Шимон бен Менасе говорит, эти семь качеств, которые мудрецы перечисляли у праведников, были у раби Игуда Ганаси и его сыновей. Красота. Во-первых, эти свойства помогают поднять авторитет человека, и следовательно, они подходят праведникам, позволяя им более убедительно рассказывать о божественной мудрости. Людям вокруг них, говорят любаческие рэбы, а красивый человек может успешнее оказывать влияние на других. Тот, кто стремится оказать на других благотворное влияние, должен позаботиться о том, чтобы выглядеть привлекательно, поясняют любаческие рэбы. Кстати, совсем недавно в инстаграме было видео, где к рэбе подошла молодая девушка очень красивой внешности и просила благословения для ее семьи и для шедуха для нее. И рэбе дал ей благословение, сказал так, что красота дана человеку неспроста, и красоту человек может использовать для того, чтобы положительно влиять на других людей, приближая их к Торе и выполнению заповедей. И после этого он дал ей еще доллар. Сила. Сила для изучения Торы. И нужно быть очень сильным для изучения Торы. И увидев, насколько силен Реш-Лакеш, Раби Йоханнан объяснил, что ему нужно употребить свою силу на изучение Торы. Реш-Лакеш, который в то время, когда Раби Йоханнан впервые повстречался с ним, был преступником, позднее стал одним из величайших еврейских мудрецов. Почет. Почетный человек, который пользуется уважением общины, может оказывать влияние на других людей. Мудрость. Намерение праведника, стремящегося стать мудрым, научиться наилучшим образом служить Богу. Злодеи же стремятся стать мудрыми ради славы или для того, чтобы использовать разум и знания для достижения гнусных целей. Старость. Седина. Слово старость означает зрелость, достигаемую при изучении Торы. Под сединой понимается спокойствие и самообладание, поясняет любаяческий Раби. Сыновья. Под этим словом может также пониматься способность привлекать учеников, поскольку, подобно детям, сохраняющим родительское наследство, ученики являются наследниками своих учителей для будущих поколений, говорит Рэбе. Кроме того, на радость миру. Данна Барайта заверяет в том, что эти свойства не принесут ему вреда, что они ему на радость. То есть, свойства, имеется в виду свойства, связанные с такими качествами, как почет, богатство и тому подобное. Более того, он не вправе отказываться от них, потому что они на радость миру, он обладает ими для пользы мира. То есть, все можно использовать, все дары Всевышнего, таланты, и благословение использовать на пользу мира и служения Всевышнему. Венец стариков, венец намекает на богатство, говорит Любович Скирэн. Девятая Барайта. Сказал Раби Йосе бен Кисма. Однажды шел я по дороге и встретился с одним человеком. Он приветствовал меня, и я ответил ему шалом. Он мне сказал, Раби, откуда ты? Я ответил ему, из большого города ученых, мудрецов. Он сказал мне, Раби, хочешь ли ты жить вместе с нами в наших краях? Я дам тебе миллион золотых динаров, драгоценные камни, жемчуг. Я ответил ему, если ты дашь мне все золото и все серебро, драгоценные камни, жемчуг в мире, я буду жить только там, где звучат Тору. Давид, царь Израиля, так сказал об этом в книге Таилим. 119.72. Лучше для меня Тора из уст твоих, чем тысячи золотых серебряников. Более того, когда человек умирает, его провожают ни серебро, ни золото, ни драгоценные камни, ни жемчужины, а лишь Тор и добрые дела. Как сказано, Мишлей 6.22. Когда пойдешь, Тора будет руководить тобой в этом мире. Когда ляжешь спать, будет охранять тебя в могиле. Когда пробудешься, будет беседовать с тобой в грядущем мире. И сказано, Хагай 2.8. Мне серебро и мне золото, слово Господа сил. Он приветствовал меня. Есть повеление, первым приветствуй каждого человека. Тысяча, тысяч золотых динаров. С этими деньгами Раби Йосеф мог бы почувствовать полную свободу и полностью посвятить себе изучению Торы. И у него появились бы огромные средства для того, чтобы исполнить запад боготворительности. И он все же отказался от них. Я буду жить только там, звучит Тору. Если бы незнакомец предложил Раби Йосеф вместо руководителя общины, то он принял бы это предложение, поясняет мораль. Похоже, объяснение приводится в Лехим Шамаем. Люди в той общине, куда приглашали Раби Йосеф хотели жить, не обременяя себя этническими нормами, потакая своим прихотел. Согласно другому толкованию, служению Богу, по мнению Раби Йосеф, состояло преимущество на изучении Торы. Поэтому было нецелесообразно жить вдали от места, где изучали Тору. Объясняю фибаческий Раби. Царь Давид. У царя Давида было много серебра и золота, которые он тратил на благотворительность. И все-таки он сказал, лучше для меня Тор из уст твоих, чем тысячи золотых и серебряных монет. Поясняет Раби. Десятое Берайта. Пять приобретений сделал святой, благословенный он в мире своем. И вот они. Тора – одно приобретение. Небо и земля – одно приобретение. Авраам – одно приобретение. Израиль – одно приобретение. Храм – одно приобретение. Откуда известно о Торе? Сказано в Мишлей 8.22. Господь создал меня в начале пути своего, прежде создания своих, испокон веков. Откуда известно о небе и земле? Сказано в Ишиягу 66.1. Так сказал Господь, небо предстоил мой, а земля – подножие ног моих. Что это за дом, который вы можете построить в ней и где, место покоя моего? И сказано в Таилии 104.24. Как многочисленные творения твои, Бог. Все сотворил ты с мудростью, полна земля приобретений твоих. Откуда известно об Аврааме? Сказано в Берешит 14.19. И благословил его, и сказал благословен Авраам от Бога Всевышнего, Владыки неба и земли. Откуда известно об Израиле? Сказано в Шмот 15.16. Доколе проходит народ твой, Господи, и доколе проходит народ сей, который ты сотворил? И сказано в Таилим 16.3. К святым, которые в земле, к могучим велико стремление мое к ним. Откуда известно о храме? Сказано в Шмот 15.17. На месте, что жилищем ты сделал себе, Господи, во святилище, владыка, что устроили руки твои. И сказано в Таилим 78.54. И привел их к границе святой земли, своей гаретой, которую приобрела десница его. Пояснение. Творение против приобретения. Пять упомянутых приобретений не изменились после того, как появились в мире, поскольку приход в мир не затронул их истинные сущности. Их существование не затмевает божественное происхождение, поэтому они названы приобретениями, поскольку приобретение остается неизменным, переходя от одного владельца к другому, говорит любопедческий рыб. Сделав его в мире. Поэтому Бог приобретает их снова, как только они попадают в сотворенный мир. Он поддерживает их незменную природу, их божественную прозрачность, говорит рыб. В его мире. Однако даже в мире, где божественная сущность сокрыта, присутствует пять приобретений, которые естественным образом раскрывают присутствие Бога в мире. Тоже пояснение рыб. И еще небо и земля. Например, то, что небо, то, что солнце и луна не стареют, указывают на бесконечность Всевышнего. А то, что земля происходит, производит нечто из ничего, указывает на бесконечную способность Всевышнего творить. Поясняет рыб. Небо и земля названы приобретением, потому что они стали проводником божественного откровения. Бог восседал на них, то есть, не зашел до материального мира и раскрыл свою сущность при помощи неба и земли. Поясняет рыба. Что же говорится про Авраама? Авраам посвятил жизнь тому, чтобы как можно больше людей узнали о Боге. О его полном единении с Богом свидетельствует тот факт, что ему удалось достичь этой цели в мире до Синайского откровения. Поскольку благодаря Аврааму его современники узнали о существовании Бога и тем самым вновь возвратили Богу небо и землю, Бог стал относиться к нему как к партнеру в сотворении мира. Поэтому Авраама тоже называют приобретающим небо и землю. Согласно этому стиху, Авраам сам был приобретением, явным проводником божественного откровения, говорит рыба. К святым, которые на земле. Во втором стихе подчеркивается, что даже став народом на земле, погрузившись в материальный мир, евреи остались святым народом. Пояснение про святой храм. Тот факт, что физический объект, построенный из земных материалов, не лишает его способности служить вместилищем шхины. Границы святой земли своей. В этом стихе подчеркивается, что святость храма распространяется на храмовую гору. Гора эта, которую приобрела десница его. И на всю землю границу святую свою. Из пояснения льваческого араба. Одиннадцатая барайта. Все, что сотворил в мире святой, благословен он, он сотворил во славу свою. И сказано Ишиягу, каждого названного именем моим. И во славу мою сотворил я его, создал я и сделал я его. И сказано в шмот, 15-18, Господь будет царствовать во веки вечные. И заканчивается шестая глава. Опять же словами. Раби Ханане Бенакаши говорил, святой благословен он хотел сделать еврейский народ достойным поощрения. И поэтому умножил для него Тору и заповеди, как сказано в Ишиягу 42-21. Господь желал ради правды своей возвеличить Тору и прославить ее. И заключительное пояснение. Поскольку не существует двух одинаковых сущностей, каждая из них раскрывает присутствие Бога в мире уникальным и неповторимым способом. Мысль о том, что все миры появились ради того, чтобы исполнить заповедь Торы, должна вдохновить нас на служение Богу наиболее достойным образом, в соответствии с поучениями Перкеа-Вод. То есть, совершая больше, чем требуется по закону. Это слова любаяческого Рэбе. На этом мы заканчиваем наш цикл изучения шести глав Перкеа-Вод. Вот это замечательные книги с подробными комментариями. Спасибо, что мы это делали вместе. Всех благословений и духовного роста.